Доброго времени суток, господа. Я снова в альтернативе. В общем, вот эта дверь, которая должна была открыться и засчитать квест, сказали, не засчиталась, потому что я вот здесь дверь не открыл и не открыл место для сна. Сейчас я это сделал перезаписью, теперь давайте посмотрим, выполнится ли задание. Ну и чё, и всё. Всё то же самое. Может быть, я ещё какие-то двери не открыл. Ну, какие-то двери ещё не открыты, но я не знаю, важны ли они. Ну, короче, я сейчас постараюсь все двери вообще открыть. Ну-ка, проверим теперь. Ну, вроде больше двери не осталось. Ура! Наконец-то, да. Вот так вот. Будете знать теперь, что, оказывается, все двери должны быть открыты. Всё, наконец-то. Найти информацию о переходах. Задание выполнено. Ну и что ж, пойдём теперь поговорим с Францем. Ты чё, в здание зашёл? Я нашёл информацию и переход до Лиманска. Теперь нужно собрать бригаду. Найти торговца и ремонтника. Тогда будем предлагать всей братве просоединиться к нам. Да, при встрече забиваем стрелку в Лиманске возле перехода на бассейн. Я там буду решать, кто с нами, а кто нет. Ну и теперь, как я сам уже знаю и сказали, нужно идти к обычным бандитам и у них выпрашивать. Типа, ГОК нам в банду и так далее. Всё, переход в Лиманск есть. Продолжение есть. Но у нас вот ещё какая тема. У нас ещё висят такие микрозадания, да, которые висят, в принципе, как я понял, за любую фракцию. Ну или за большинство. Я вот думаю, есть смысл их выполнять или нет. И ещё мне интересно. А у меня переход на госпиталь будет? Вот я в Лиманске. Переход в госпиталь по логике должен быть. А чё там светится? А, фонарь. Я думал, какой-то чел. Ну и давайте проверим, есть ли он тут. Потому что мне туда нужно явиться по поводу моих снов или чё-то типа такого. Да, есть переход, отлично. Ну, мне говорили, что тут вообще какая-то жесть меня ждёт. Уж не знаю, насколько по десятибалльный. Но как минимум здесь просто огромная куча аномалий. А у меня дроби маловато, блин. Ну, торговцев поблизости нет, сори. Иду с чем есть. Надеюсь, мне этого хватит. Тут особо стрелять не придётся. На нафиг. Кто спрашивает в комментариях, а куда делся монтажёр? Почему я сам монтирую? Монтажёр своими проектами занимается. Вот, поэтому как-то так. А ещё я в долгах жёстких сижу. Ха-ха, но это уже так. Не важно. Потихонечку отдам. И помочь быстрее отдать долг вы мне можете, подписавшись на... Ну ладно, всё-всё. Я заткнулся. Стоим, смотрим какую-то кассцену. Вау. Осмотрели. А, ну он типа бочку осматривал, чтобы я в итоге через неё перелез. Как я уже сказал, мне сообщили, что тут меня ждёт трындец. Сказали, ты охренеешь. Ну, значит, тут либо пауки, либо хоррор. Переход на другую локацию. Ну, допустим. Или не надо, подожди. Но метка пропала. Значит, я думаю, надо. Ох ты ж, ёпт. Не знаю, кто это и что это, но у меня мало патронов. Хочу вас предупредить. Чё, можешь мне свои меры предосторожности подрубить? Наушники и... Ну, короче, это всё, господа. Я без наушников. Let's go. Я готов. О, опять дура какая-то. А-а-а. Это что, дурка? Подожди. А чё вот это за хрень зависшая? Это нормально? Смотри, какая важная. Ёпта. Это, короче, как зомби, только она больнее бьёт. Ё-моё, и не отпускает. Причём я, наверное, отгружусь. Есть проблема. Они много патронов на себя требуют. А есть ли смысл их убивать? В палату быстро. Ладно, в итоге я зашёл в палату. В палате... А ну-ка. Я думал, я кровать захвачу. О! Ха-ха. Я придумал, чем я буду отбиваться. Господа. Ай-ай-ай. Ладно, я пошутил. Найти ключ. Найти дверь в палату. Здание вып... Ох, ёпт. Женщины. Нахрен идите. Ну, я, кстати, зря так сделал. Они сейчас в дверь встанут, и всё, и трындец. Так, тут научная аптечка. Сюда, Лутецкий. Сейф. Дверь заперта. Найти ключ. Тоже нужно где-то ключ искать. Ну, вот эти звуки для нагнетания атмосферы. Я оффаю наушники, и всё. Ну, походу, в этой области я хрен что найду. А мне ещё нужно как-то выбираться, я напомню. Не, ну, выбираемся вот так вот. Всё, чисто заманили их. Давайте, давайте, давайте. Медсёстры. Опа. Всё, готово. Оставайтесь тут. Потом, когда я буду заходить, я также вас сюда приманю. Вот эта дура, я не знаю. Она какая-то странная. Она зависшая, но при этом она живая. И не знаю, есть ли у неё какие-то способности. Надеюсь, что нету. Ёб твоя медь. Ух ты ж, ёб. В Бонни вступать, бежать и прятаться. Понятно. Интересный контент. Бегать. Чё в ящике? Сука, ящик неразбиваемый. Это была ловушка. Ага, тут деды какие-то. Короче, тяжко. Мм, ещё и выйдет, но это ещё тяжелее. Так, сволочи, не трогайте меня. Быстро-быстро. Иди нахрен, иди нахрен. Короче, нужно... Иди в баню, говорю. Иди в баню, говорю, болеть. Нужно как-то её размансить жёстко. Всё, пошла в жопу. Тут ничего, я зря выбрал эту палату. Эй, ну и рожа. Откройте, откройте, откройте. Закройте. Так, чё здесь? Тут мужики валяются. А-а-а. Интересно. А как ты через дверь прошла, подруга? Мм, снова выйдет. Чё, пацаны, пустите? Я к вам. А то там меня вообще не ждут, не принимают. А чё мне делать-то? А, вот рюкзак, слушай. О, она прорвалась. Так, иди в баню. Ну, я ключ нашёл. Теперь я знаю, что он здесь. А интересно, это ключ от палаты или от чего? Или от сейфа? Ну, вряд ли от сейфа, скорее всего, от палаты. От палаты же? Не от этой. Нет. А от чего? Я вообще не понял. Иди уж к чёрту. Привет, вуманы. Меня все бьют, а я терплю. Потому что я... Потому что я... Это от сейфа. А тут ещё один ключ. Ф6. Открывай, открывай, открывай. Закрыть. Всё, в баню у вас всех. Фух. Я понял. О, тут меня тоже уже ждут, да? Причём жду так, что я даже пройти не могу. Ещё одна дверь. Иди отсюда, нахрен. Сучка. Не трогай меня. Не трогай меня, говорю. Я бешеный. У меня пропали пазлы. Потерян предмет, пазл, воспоминания. Твою мать, у меня пропали пазлы. А что мне делать? В дыруете? Я в дыре. Нет? Ну ладно, одна здесь одна. Я сорю, её можно и... Запереть здесь. Ха-ха, лохушка тупорылая. Э-э-э. Чего? Тут есть какая-то нейтральная метка, но я боюсь аж нажимать. Ладно, не боюсь. Тень. Тень вонючки. Вон она, тень. А, это самая тень в начале игры, которую мы видели, помните? Здорово. Пока. Опа. Опа. Там что-то страшное. Не надо, не иди туда. Там ад, нахрен. Не засовывай туда голову, сожрут. Ну ты и баран. Или чё, мне сюда надо? Да не, не могу сюда протиснуться. Подожди. Чё? Юсп. Это сон. Или я схожу с ума. К этому, что на стенах и потолке опасно прикасаться. Понимаю. Э-э-э. Не встаём, не надо. А у меня ножа нет. А у меня вообще ничего нет. А чё, я стрелять не могу? Не могу и всё. Водка сушит душу, чтобы мучилась она. Круто. Круто загнута. Мозги в стене. Которые лутаются и которые дают мне патроны. Но стрелять я по-прежнему не могу. Э-э-э. До связи. Э-э. Я на 5 сек. А-а-а. Тебя здесь точно не хватало. Прям вот не знал, что без тебя делать. Я опять умер. Вылет. Е-э-э. Ну ёб твою мать. Ну зачем её здесь заспаунили? Вот нахрена она здесь? Сука, ещё и вылиты. Мало того, что тут пиздец какой-то происходит. Это ещё и всё сопровождается вылитами. Ура. Жесть. Это, короче, типа предохранитель был. Поняли? Здорово, я к тебе зайду. О. Воспоминания подожди. Меньше жрёшь, дольше поживёшь. Да? Скажите, это Коле Робобойному. Так, ну кубы воспоминаний так-то характеристики всякие дают. Давай повешаем. Какая-то картинка. А, можно смотреть её. ПДА-журнал. Чё, в ПДА-журнале? Смерть сопровождает человека на протяжении всей жизни. Она идёт рядом, с левой стороны, на расстоянии вытянуть руки. Понятно. Короче, как я понял, он должен ходить по палатам и собирать всякие приколы. Водка сушит душу, что... Ну это я, короче, уже знаю. Интересно. Где я? Неважно, где я, просто умер. О! Да я еб... Чё я тут сделать должен? Ещё припасы, ура. Тут ванны какие-то. Тут эта невидимая дура бегает. Что мне делать? О, рюкзак. О, кубы воспоминания. Ещё один. А-а-а, дура. А, я её убил, и меня в следующую комнату перенесло. Так, тут мы это лутаем. Тут ничего важного для меня больше нет. Так, попытаться открыть входную дверь. Какую? Вот эту? Это мы, получается, сейчас за закрытыми дверьми были. Вот это вот по комнате нас побросало. Это мы побыли в дверях, в которые мы не могли войти. Теперь нужно входную какую-то открыть. Что есть входная? Какая? Какая? Я уже подумал, я умираю, такая сцена. Что есть входная? Что есть входная? Что есть входная? Что происходит? О, мне шмотки вернули, жалко только не в тот комбе садили. Фарик. 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 Садание выполнено, трюм. О, ну и рожа. Что делать-то? Не хочу я прыгать туда. Ну, тут есть какие-то домики. Гоу-домики. В трюме за дверями можно найти места переходов на локации. Затон, бар, кордон, агропром, тёмная долина, янтар, радар, ЧС-2, Кринск, Юпитер, Западная Привит, тёмная начинность, перечисленная локация, можно попасть в трюме. А, то есть, дверь заперта, допустим. То есть, я просто отсюда могу куда-то ещё попасть, да? Или что? Или в чём прикол? О, сука, мне страшно. Чё за фигня? Чё, я просто хожу по кругу? А-а-а, ёптвою медь. Ладно, это, видимо, то, что мы видели в начале. Тут какая-то бляха, я испугался. Мне вернули снарягу, ура, но зачем? А-а-а, это локации, и я сейчас пошёл в рыжий лес, да? Не-не-не, назад, верните, пожалуйста. А, это вообще радар. Слушай, это интересно, но я бы из трюма в западную припить перешёл, потому что мне там кладбище надо проверить. Так, это янтарь, это радар, мы уже поняли. А мне попить, сука, дадут, у меня в глазах всё двоится из-за того, что я не могу попить. Но это похоже на локацию западной Припяти. А-а, кордон, лол. А тут ничего. Чё будет, если я зайду? Ничего, собственно. Салам алейкум. Чё за говно? Часики. Дверь заперта. Ладно, я снимаю наушники и аккуратненько захожу в комнату со статуей. Взять нить. Взял. Достижение. Информационная нить. Взяв нить в тюрьме, ой, в трюме, вы можете её применять и узнать что-то интересное. Или тайное о человеке, о котором мы применили. Одна нить, один человек. Интересно. А если сюда зайду? Что это вообще такое? Я не знаю, ладно. Часики. Это всё, конечно, интересно. Но можно ли мне как-то назад вернуться? Так, похоже, да. Похоже, я вернулся. Отлично, потому что... Да ёпт твою мать. Потому что я хотел проверить ещё остальные двери. Дверь заперта. Так, а это что-то новое, подожди. Ох, ёпт. А, тут невидимый пол. Я понял. Красиво здесь, однако. Частично. Но домик, это как я понял, вернуться. В водичку могу зайти. До стяжения, кстати. Надо, наверное, туда тоже там спрыгнуть где-нибудь. Может, тоже что-то даст. Дар жизни. Когда смерть притягивает к вам руки, дар жизни спрячет вас от смерти. При получении значительного урона и наличии артефакта дар жизни в инвентаре, вы получаете частичное восстановление здоровья и покидаете место предполагаемой смерти. В результате дар жизни поглощается пространством. В особых случаях дар жизни может погрузить вас в транс. Продолжительность окружения в котором зависит только от вас. При повреждённом мозге дар жизни не поможет вам. Дар жизни можно получить только в термальном источнике при погружении в трю. Дар жизни. Ну его на пояс. Не надо цеплять, да, нет смысла. Не цепляется. Ладно. Сюда нельзя. Ну короче, ради дара жизни походу сюда чисто заходить. Ну и всё походу. Ладно, если я сюда спрыгну. А, я вернусь сюда. Нет, я не хочу. Не-не-не, я в трюм. А, я на рабочий стол точнее. Можно попить. Ура. У меня ещё и консерва есть. А откуда? Чё-то я не помню. Ладно, в любом случае я очень рад. Наконец-то пожру. Спустя две серии. Ням. Ням. Чавк. Сюда лут. Так, ну и чё, кладбище здесь. Пойдём проверим. Чё нам ещё нужно сделать? Проверить детсад. Среди территории это уже всё. Найти информацию это не здесь. Софт говнёвт. Заложить тайник тоже не тут. Так, это двери, которые мы в итоге не пошли. Ну и всё как бы. А, ну плакат ещё хочется, да? В кинотеатрах. Ну посмотрим, посмотрим, ладно. Чё, куда пойдём сначала? Ну давай в детсад, ладно, окей. Что это? Это? Не знаю. Не нравится мне это место. Чё-то разнылся ещё, ничего не произошло. Хотя ладно, я тоже хочу плакать. Давай и ныть вместе. Твою мать! Такилах ты склеить можно. Надо отсюда улыбить. Слышишь, мне здесь плохо. И электричество вам долбит кто-то. Где я? Не знаю. Но в эту комнату меня не пускает. Всё. Всё. Что меня убило? Ну подумайте сами. Бежать в очко, в дыру. А чё дальше-то? Из окна нахрен бежать. Вот чё. Поговори с Гошей теперь. Ей! Далее идём в сторону кладбища. Ну метка на кладбище здесь где-то. А, это переход. Ух ты! Интересно. Это локация прям отдельная. Ёптать. А это нормально? То, что тут что-то неясное происходит. Что мне конкретно здесь надо сделать? Я, конечно же, не знаю. Слышь. Что за дела? Вы кто и зачем? Ладно, я разобрался. Но это было очень странно. Санёк Жук фото. Для просмотров ставьте. В пещере пауки до прохода не доберутся. Путин преграждает аномалия жарко. Чё, чё? Кто не доберётся? А, задание выполнилось? Проверить кладбище, да? Нет, сука. Не выполнилось. Выполнилось. Однако новое здание церковь на кладбище. Обыскать трупы, найти вход. Вход непонятно где. Какой вход? Куда вход? А, ну как я понял, в пещеру тут прям говорится, наверное, о локации, да? Или чё? Чё это? Потому что, я думаю, не зря. Метка тут. И тут же переход в пещеру. Парни, а я не хочу в пещеру. Нахрена мне туда? Там пауки. Чё я делаю теперь? Можно в кинотеатр разгонять. Это рядом. Попробовать полокат какой-то найти. Если получится, то, я думаю, бог с ним. Сейчас пойдём, наверное, в предзоне попробуем сходить. Заодно Тёмную долину посетим. Попробуем братков, собственно, к нам переметнуть в банду. Найти плакат, повесить плакат. Найти плакат, повесить плакат. Причём, смотрите, где повесить. Всё ясно с этим квестом. Вот кто... Вот откуда плакаты в разных местах в зоне. Это вот лютый похититель на свои от них хрен делать. Ходил, выполнял задание в альтернативе и вот развешивал плакаты. Ладно, больше мне тут делать нечего, я полагаю. Мы, наверное, отправимся в предзоне и ещё заглянем в Тёмную долину. Как-то так вот поступим, да? Поэтому, ну, давайте сначала увидимся в Тёмной долине. Эх, мой лутецкий, который я когда-то здесь оставил. Но учитывая то, что я пойду в предзоне, я возьму с собой все артефакты, вся часть тел мутантов. Вот... Ой, еда! Господи, у меня так много еды, смотрите. И так у меня мало её стало потом. Это просто невероятно. Бинтики, медицина. Патроны, ёб твою медь, мне так хорошо. Ё-маё, Боров, ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. И куда я попаду после игры в этот мод. Байкальчик. Я вчера себе тоже байкальчик взял, полтора литра. Не пил ещё, правда? Сулу ходит, Франц свою бригаду собирает. Не знаю такого. Такой же бродяга, как мы. Ну и что? Я вот думаю к нему податься. Места говорят знатные, он нашёл колонавик артефактов. Где это место? Франц только знает. Где бригаду собирает? В Лиманске, на площади перед переходом в госпиталь. Ну и короче, как я разузнал, нужно просто вот к челам подходить, с которыми я могу поговорить. И втюхивать им вот это вот. Чё-то я ни с кем не могу поговорить. Использовать нить. Давай попрыгулы используем. В памяти человека. Как попасть в логово с лесной чаще, я знаю, но я оттуда спускаться не собираюсь. Кто оттуда возвращался неизвестно, сколько там с Геной не сочетает. Гиблое место. Взять, оставить. Не оставить, нахрен мне. Слух ходит, Франц свою бригаду собирает. Такой же бродяга. Всё, изи. Наобузили. Вот так вот это и делается, господа. Поговорить с Францем. Готово. То есть тут нету, как я понял, лока на какое-то количество персонажей. Тут есть лок на то, на сколько раз ты прожмёшь этот диалог. Может рандомное количество, кстати, я не знаю. Может какое-то фиксированное, но факт стоит с фактом. Ну, а я в предзоне. А, подожди, а как я туда попаду? Путь и провод. А переходов-то нету. Не, ну я знаю то, что на затоне я вот отсюда пришёл, типа. Но я попробую туда сходить. Если меня не перенесёт в предзоне, то это грустно. Да, там была вот такая дра в стене. Хочешь спать? Спать? Да, так тут не мешало бы. Раз хочешь спать, тогда засыпай. Ой, я применил свой дар впервые. А нахрен я его всыпил? Пойдём к султану посмотрим, за сколько он купит у меня всё дерьмо. Я ожидал большего, если честно, но ладно. Выброс начался. Ждём. Среди вас есть, Гоша? Есть. Это ты. Был я в детсаду, но твоего приятеля там не обнаружил. Если предположить, что он погиб, то его труп могли съесть мутанты. А может он и жив и в другом месте. Может ты и прав. Ты был сам в том детском саду? Был, но недолго. Мы только зашли в него, поднялись на второй этаж и через окно увидели группу монолитовцев. Пришлось бежать в самое дальнее помещение и прыгать со второго этажа. Пока бежали, ничего странного не заметил, ничего не почудилось, может что-то ощутил. Кроме страха за жизнь, ничего нового не ощутил. А привидения призраков не видел? Нет, не видел. А ты что там, привидения увидел? Не знаю, может это галлюцинация, которая вызвана установкой из мусора. Галлюцинации же не кусаются. Какая установка? Ты не заметил установку из мусора, которая пробила насквозь два этажа и крышу? Судя по твоему рассказу, вы из этого помещения выпрыгивали. Какая установка? Мы вообще про один и тот же детсад говорим. Их в Припяти два. Один восточный, а другой в западный. Я про тот, который в западной части Припяти, который недалеко от химчистки. Химчистка в Припяти одна. Ну и я про этот же сад говорю, только установку я там не видел. Слушай, мы там две недели назад были. И вот что думаю. Монолитовцы не просто так пришли в детсад. Возможно, они и соорудили установку из мусора. После того раза я в Припять больше не ходил. Может долгое отсутствие моего приятеля с этим связано? Не знаю, но сейчас он твоего приятеля нет. Может вместе с тобой разберемся с этим делом? А может не надо, блять, ну нет. О, нет, не могу. Мы условили встретиться с приятелем здесь, в этом баре. И мне нужно его дождаться. Как знаешь, я сам с этим разберусь. Не разберусь, я пошутил. Все, новых заданий не дало, значит, все. Часть тела мутантов я не могу тут никого продать, поэтому давай. Время спать. А этот не спит. Этот не спит. Никто не спит. Сволочи. Теперь нужно каким-то будем. Вы уже сюда перебрались, алкашня. Вы что делаете? Нормально все у вас? Чтобы руки не дрожали. Все в порядке у вас, господа? Добрый день всем. Я смотрю, народу тут уже намного больше, чем было. На 10 человек ровно. Все опять упираются в двери, что-то бегают, непонятно. Братва подтянулась. Да, пора ставить на этом точку. Почему? Почему? А ты готов положить сотню или тысячу людей? Каких людей? Которые тебя грохнули? Точнее, пытались грохнуть. Думаешь, почему я сейчас стою здесь, перед тобой, а не валяясь в сточной канаве? Потому что я часть своей жизни отдал за тебя. Отдал. А теперь что ты намерен делать? Я верну свою жизнь в полной мере. Вернешь? Только какой она будет? Она будет моей. Но это постер чисто в стиле реборна, я считаю. Ну и что, и все получается. Окей, что будет, если я выберу другой вариант? Ты трус и не желай быть таким, как ты, зона будет моей. Тогда возьми то, что принадлежит тебе по праву. Хлопцы ждут твоего приказа. От автора сюжет за бандиты заканчивается. Дальше фриплей, к чему он приведет, никто не знает. Закончить разговор. И что он мне дал? С этим я говорить больше не могу. И что он мне дал, я не знаю. Другалек, а что ты мне дал? Я не знаю, ладно. Ну я сделаю сейф. Фриплей бандит. И что, и типа, ну я попробую, пойду поговорю с пацанами. Поднимай братву. Куда на этот раз? В бар. Короче, я читал, что можно будет что-то типа налеты делать на базы фриплея. Ну так, поразвлекаться. Типа, ну я не знаю, какой в этом смысл. Но сейчас я вот нажал в бар и посмотрим, что будет. Как это вообще выглядит. Вот наша толпа. А, они просто у меня в напарниках. И типа, я такой иду на бар. Война, да? И все. В этом весь прикол. Это весна типа такая, что вот тут снег растаявший везде лежит или что? Походу. Что-то вся братва зассала, никого нету. Ну и да, я просто идти и херачить долгосов. Собственно, то же самое, что я делал в соло. Лол. Понятно. Ну что, все. Мод пройден получается за бандитов. Вот такой вот здесь бандитский финал. Сохранение с фриплеем, если вдруг кому интересно. Если не забуду, я оставлю в своей телеге. Ссылка на телегу в описании. Также в описании ссылка на плейлист с этим модом. Если вы не смотрели прошлые серии и хотите посмотреть, то посмотрите. Не забывайте подписываться на канал, прожимать уведомления, чтобы не пропустить следующие видео по сталкеру. Ну и как бы все. Прохождение за следующую фракцию будет, ну я думаю, 12 декабря. Но я не сказал какого года. Субтитры сделал DimaTorzok